Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно блог на канале Страна.юэй. Сегодня экс-президент Петр Порошенко все-таки пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании средств при продаже завода Ленинская кузня или Кузня на Рыбальском, ее новое название. Это был его первый допрос в статусе экс-президента, поэтому Порошенко очень старательно путал следы. Сначала еще на прошлой неделе он прогулял допрос под видом очень срочного визита в Европарламент. А вчера сам явился в ГБР, хотя допрос был назначен на сегодня. Очевидно, что его никто не принял и не допрашивал. А сегодня сначала его адвокаты сказали, что Петр Алексеевич не придет, не может. Потом о том же заявил глава ГБР Роман Труба. А потом вдруг, неожиданно, Порошенко прибыл, такой появился из ниоткуда. На вопросы отвечал либо не помню, либо ссылался на 63-ю статью Конституции Украины, которая позволяет не давать свидетельства. Ему уже выписана новая повестка и выходил он из здания ГБР не на таком уже пафосе, на котором заходил. И на выходе его встретили особо горячо. Давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 Сам Порошенко потом сам прокомментировал уже свой допрос. Твердо наголошу, что сегодняшнее общение, мы получили еще раз запевнение, что никакой криминальной справки, где бы фигуровал Порошенко, не существует. В общем, такая вот история. Впрочем, уже многие запутались уже во всех этих перипетиях с уголовными делами Порошенко. Зачем он вчера приходил и что вообще с делами, открытыми против него, сейчас происходит? И главное, дождемся ли мы его посадки? Ведь уже скоро будет другой генпрокурор, да и вообще вся власть в руках Зеленского. То есть на недостаток полномочий или ему там кто-то чем-то препятствует, он уже не сможет пенять. А его предвыборное обещание о скорых посадках мы, конечно же, все помним и ждем. Так увидим ли мы Порошенко за решеткой? Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Я напомню, что на допрос Государственное бюро расследований вызвало экс-президента на дату 25 июля на время 15.30. Но Порошенко почему-то решил прийти за день до этого, 24 июля, и это какой-то настоящий цирк. И это уже не первый раз, когда Порошенко пропускает дату своего допроса. Из чего следует бывший президент намерен затягивать открытие против него уголовных дел, а также их расследование. Скорее всего до того момента, когда он уже получит депутатский мандат, а следовательно неприкосновенность. Чем так важен допрос? Допрос это один из этапов следствия, который поможет определить процессуальный статус Порошенко. А возможно и перевести его в ряд подозреваемых. Потому бывший президент и не очень хочет ускорять этот малоприятный для него процесс. И вот так вот Порошенко бегал, бегал туда-сюда, то там в Европу ездил, то еще по каким-то очень важным делам якобы отлучался. А тут вчера взял и нагрянул в Государственное бюро расследований. И своим таким неожиданным визитом гарант, на которого уже открыто 8 уголовных дел, устроил настоящий переполох. Ситуацию прокомментировала спикер ведомства Анжелика Иванова. Она заявила, что да, Порошенко прибыл в ГБР, но для чего? Они выясняют эту информацию, потому что не понимают, ибо на допрос он вызван на 25 июля, а не на 24. Позже ситуацию прояснили в самой партии Европейская Солидарность, которую возглавляет Порошенко. Они уточнили, что он пришел именно на допрос. Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались неподготовленными к общению с пятым президентом Украины. Также там заявили, будто дел против Порошенко в ГБР не существует, а на 25 июля никаких следственных действий якобы и не планировалось. В самом ГБР это заявление партии Солидарность опровергли по нескольким пунктам. Шеф ведомства Роман Труба заявил, что никто не проводит никаких допросов за рамками назначенной даты, ведь у следователей каждый день расписан. И по прихоти Порошенко никто не кинется его допрашивать. Алло, Петр Алексеевич, вы уже не президент. Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко, а этот факт уже известен в СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем. Поэтому хочу сделать несколько заявлений. Первое, если мы говорим о правовом аспекте решения этого вопроса, то адвокаты имели возможность связаться со следователем и с ним напрямую согласовать перенос даты допроса. Для этого не нужно приходить к директору ГБР. Второе, я уважаю своих следователей, их время и профессионализм. На каждого следователя у нас более 35 производств. Я не буду вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать. Третье, я уважаю время свидетелей, мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что также с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос. И судя по всему, исходя из этого комментария, экс-президент вчера нагрянул в ГБР не для того, чтобы дать какие-то показания, что-то рассказать следствию, а чтобы снять разговоры о том, что он боится уголовных дел против себя и допроса, который явно не был назначен на эту дату. Впрочем, тактика внезапных соло-акций – это старый трюк бывшего президента. Порошенко не впервой заламывается и заявляется туда, где его никто не ждет, с целью вызвать смятение в логове противника. Классический случай – это появление Петра Порошенко в эфире телеканала «1 плюс 1» в программе «Право на Владу» перед президентскими выборами. Порошенко тогда, чуть ли не ввалившись в эфир, сразу же потребовал дебатов с Владимиром Зеленским. Хотя в тот момент он точно знал, что Зеленского нет в Киеве, а он находится в Париже. Туда он прилетел для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем не менее, Зеленского вывели на Порошенко в телефонном режиме, где Владимир Александрович очень неожиданно и быстро поставил бывшего президента на место. Ну, вообще, в принципе, телеканал «1 плюс 1» очень жестко критиковал Порошенко только в последние годы его правления. У меня встреча завтра, в 3 часа дня, с президентом Франции. Поэтому, господин Порошенко, знаю, что меня нет в Киеве, и очень странно, что, уважаемый кандидат президента Федор Алексеевич, меня приглашает в студию «1 плюс 1». Я не закинчив, поэтому майте терпец, послухайте меня. Майте терпец, послухайте меня. Зараз закинчив я 19-го числа на НСК Олимпийский крапка. Вас? Не идентичный, но похожий на этот случай был, когда Порошенко вел дебаты с самим собой. То есть, это были монодебаты. То есть, не дебаты. Он вызвал Зеленского на прение, куда-то заранее сказал, что не придет. Но, тем не менее, Петр Алексеевич целый час распинался, как бы, в никуда. Тихо сам собой. Или не тихо. Такая же история была со вторым туром анализов, который организовал Порошенко. Боже, это позорище. Кому-то из других стран вообще стыдно об этом рассказывать. И снова здесь бывший гарант сдавал анализы в одиночестве. Ну, не считая парой десятков журналистов его же каналов. Кстати, а где вообще анализы? Что Зеленского, что Порошенко? Кто-то вообще видел? Публиковал где-то, может? Ах, ладно. Очередной развод для лохов. Шоу с ГБР напоминает все эти вышеупомянутые мной случаи. Ведь он точно знал, что в ГБР его 24-го никто не ждет. И никто не допросит. При этом он показал, что не боится никаких уголовных дел. И вот он сам по своей собственной воле, видите ли, приходит, говорит, допрашивайте меня. Импровизация коротка. Хотя-то по трезвому мышлению все как раз наоборот. Вот Порошенко вот уже второй раз уклоняется от допроса в назначенную ему дату и время. Только такой допрос будет иметь юридическую силу и может стать основанием для уголовного преследования экс-президента. А от официальной встречи со следователями Порошенко как раз таки уклоняется. Выдумывая для этого очень всякие разные космические истории, то его в Страсбург кто-то пригласил, хотя его на самом деле никто не приглашал, то устраивает какие-то допросы-симулякры, которые никакого юридического обоснования не имеют. Но на которые он якобы приходит, а его якобы никто не допрашивает. Когда партия Европейская Солидарность заявляла, что против их лидера нет никаких уголовных дел, они отчасти были правы. Ведь пока Петр Порошенко не по одному из дел подозреваемым не проходит. Другой вопрос, что дела открывались по заявлениям, где в конкретных преступлениях обвиняется именно бывший президент, а не кто-то там другой. И следователи по этим производствам ищут доказательства вины именно Порошенко. Поэтому, если отвлечься от всех споров о формулировках, именно Петр Алексеевич Порошенко является основным фигурантом каждого из восьми открытых уголовных дел в Украине. По крайней мере, именно такую цифру в конце июня месяца озвучивал глава ГБР Роман Труба. Он не уточнил, какие именно это производства, но часть из них обнародовал известный юрист Андрей Портнов, который сам является заявителем по многим из них. Во-первых, это дело о госизмене и попытке узурпации власти, которое на днях закрыл генпрокурор Юрий Луценко, но по сообщениям СМИ в ГБР это дело снова открыто. Речь идет о том, что Порошенко мог специально послать украинские корабли через Керченский пролив для того, чтобы российские корабли их захватили, таким образом вести военное положение на всей территории Украины и отменить президентские выборы, либо же перенести их. Мы помним, как это все случилось, но ничего у Порошенко не получилось. Второе дело, связанное с войной на Донбассе, было открыто по заявлению нардепа Шуфрича. Он считает, что Порошенко развязал войну, отменив перемирие летом 2014 года. Третье уголовное дело, это хищение в энергетике. Оно ведется на БУ и базируется на показаниях фунта Дмитрия Крючкова, который заявил, что Порошенко и его окружение сотни миллионов выкачивали из госкомпании «Центрэнерго». Четвертое дело, это отмывание денег на телеканале «Прямой», который, как считает заявитель по этому делу Андрей Портнов, де-факто принадлежит Порошенко. На «Прямом» с подачи ГБР уже происходила выемка документов об учредителях и смене собственников. То есть следствие идет активно. Также Госбюро допросило уже формального владельца канала Владимира Макеенко. Пятое дело, это вопрос военного завода «Кузница» на Рыбальском, который Порошенко и его соратник близкий Игорь Кононенко продали банкиру Сергею Тегибко. Портнов считает это легализацией незаконно добытых средств. Это дело также активно расследуется. Именно по нему Порошенко и вызывали на допрос и ранее, когда он улетел в Страсбург, и на 25 июля. Вызывали, кстати, на допрос и Сергея Тегибко. Шестое дело, это узурпация судебной власти. Речь идет о нарушениях в назначении экс-президента члена высшего совета правосудия. Жалобу подал Портнов, но о ходе этого дела пока мало что известно. О седьмом и восьмом уголовных делах пока мало что известно. Как только узнаем больше, обязательно расскажем вам. Таким образом, что мы видим? У Порошенко понятная тактика максимально затягивать с допросом, открытием уголовных дел и следственными действиями. Пока не соберется новая рада и пока он не получит депутатский мандат, который даст ему неприкосновенность. Но, во-первых, уже Зеленский пообещал отменить депутатскую неприкосновенность. И, кстати говоря, на сей раз это может быть и не пустым обещанием, потому что президенту выгодно снять с депутатов защиту. Ведь тогда через своих силовиков он сможет держать в узде свое воинство, которое состоит из более чем 250 душ. Я имею в виду фракцию «Слуги народа». Иначе, когда они разберутся, что к чему, то начнут брать денег у всех подряд и у кого попало, а на распоряжение начальства просто тупо забьют. Но даже если, как всегда, отмену неприкосновенности прокатят, то я думаю, что уж найдется большинство из 226 голосов, чтобы проголосовать за снятие с Порошенко депутатской неприкосновенности и за взятие его под стражу. Это, по сути, просто дело времени. При наличии, повторюсь, политической воли Зеленского. Как только соберется новая Рада и появится новый генпрокурор, то ему, Зеленскому, будет уже не на кого пенять, что ему якобы кто-то мешает. Теперь все в ваших руках, Владимир Александрович. Так же, как и по другим персонажам, Свинарчук-Гладковский, Каноненко, Пашинский, Грановский. Все они без депутатской неприкосновенности окажутся уже совсем скоро. Как только соберется новая Рада и старый парламент потеряет полномочия, по ним тоже ничего абсолютно не мешает активно начать работать. На этом у меня все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.Юэй. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, для того, чтобы они не забывали, какие там уголовные дела открыты на Петра Алексеевича. Ну а с вами мы, конечно же, тоже совсем скоро увидимся. Я забыла про комментарии сказать. Пишите комментарии под этим видео, делитесь своим мнением. Скоро увидимся. Да, пока.